Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Амаркетс с торговыми идеями, в котором каждый день, включая выходные, мы размещаем дополнительный аналитический контент вам в помощь в принятии торговых решений. Ну что ж, флотильность на финансовых рынках остается низкой. Это можно объяснить тем, что трейдеры ожидают появления новых драйверов. Вполне возможно, что с этой задачей сегодня попробуют справиться данные по ВВП США, которые будут публикованы в 12.30 по GMT. Переоценивать значимость этого отчета не будем, потому что все-таки этот релиз не влияет на действия американского регулятора и не сможет пролить свет на текущее состояние и положение дела в национальном банковском секторе. Вот в этих плоскостях трейдерам, конечно же, и нужны дополнительные вводные. Но общее состояние американской экономики это нам поможет оценить. И я считаю, что как бы на безрыбий рак, в принципе, можем сделать ставку на локальный рост волатильности и на то, что сегодня движения будут более интересные. Но в конечном счете наши тенденции, за которыми мы следим и которые мы определили как наиболее вероятные, они в принципе продолжают отрабатываться. Мы видим то, что рисковые инструменты пользуются спросом. Евро, фунт остаются на локальных максимумах и, ну, прям просится на то, чтобы выйти к новым уровням сопротивления. Я думаю, что это придет все-таки в ближайшее время. Индекс доллара стабилен 102.39. Сейчас за последние две торговые сессии ничего особенно не изменилось, но мы копим опять же этот фундаментальный фон, это новостное окружение. И все это конвертировано, конкретную торговую идею, представление о том, что происходит с американской экономикой. Что можно вспомнить, друзья? Нужно отметить последний комментарий члена Совета управляющих Федрезерва Филиппа Джефферсона, который дал понять, что продолжающийся отток капиталов вкладчиков из мелких банков в крупные очень сильно, негативно сильно скажется на малом бизнесе США. Потому что в регионах приток вкладчиков и их депозитов был основным источником расширения бизнеса. И также Джефферсон дал понять, что в этой связи, поскольку американский регулятор видит эту проблему, ФРЭС продолжит поддерживать банки. Причем как через прямое корректирование на льготных условиях, так и через латентную программу количественного смягчения, когда американский регулятор выкупает облигации, будь то казначейские и трежерисы по цене ниже номинала, будь то облигации самих этих банков, даже несмотря на то, что рейтинги у них оставляют желать лучшего. Но мы много раз с вами обсуждали, что сейчас ФРС особо не думает о последствиях, которым приведет вот это безудержное печатание денег, в результате которого баланс американского регулятора уже практически приблизился к значению пандемичного уровня почти в 9 триллионов долларов. Далее глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари дал понять, что вероятность вступления американской экономики в рецессию повышается с каждым днем. И если вспомнить еще комментарий Джейфли Гунглыха, короля облигаций, что это лето будет настоящим испытанием для всей мировой финансовой системы, я думаю, что все вот эти риски прям планомерно идут к тому, чтобы реализоваться в предстоящие месяцы. Мы должны держать руку на пульсе, друзья, следить внимательно за тем, что происходит, контролировать риски. Это обязательное условие эффективной торговли. Я думаю, что этот комментарий был лишним, потому что вы все люди опытные и прекрасно понимаете, что риск-менеджмент – это принципиальнейшая вещь. По поводу перспектив доллара на ближайший месяц. Историческая справка, что апрель – худший месяц для доллара за последние 20 лет. Вот так без исключения сложилось. Думаю, что при том фоне, который есть сейчас и то, что я вам озвучил, действительно американская валюта может остаться под давлением, особенно в свете того, что ФРС не просто подумывает о том, чтобы приостановить текущий цикл ужесточения монетарной политики, но он сейчас находится в условиях такого постоянного перманентного давления со стороны общественности, крутых СМИ, экспертов, аналитиков, может быть даже Минфина, о том, что нужно уже смельчать условия, что мы трактуем как возможность более раннего начала снижения ключевой процентной ставки. По другим финансовым активам. Европейская валюта против доллара 1,0834 стоит отметить вчерашний комментарий главного экономиста ЕЦБ Филиппа Лейна, который подтвердил, что банковский сектор еврозоны более-менее стабилен, поэтому ЕЦБ готов и дальше активно повышать ключевую процентную ставку. Те же самые формулировки, к которым мы привыкли от Лагарда на прошлой неделе. Ну это хорошее топливо для роста европейской валюты, потому что на этом фоне пара евро-доллар снова выше отметки 1,08 и стремится к прежнему максимуму локально в прошлой неделе на уровне 1,0929 и потом уже наша с вами цель, друзья, 1,10. Я думаю, что до нее остается также недолго. По поводу статистики, локально малозначимый релиз по потребительским настроениям Германии, который улучшились 6 месяцев подряд. Ну тоже еще один приятный момент для покупателей главного валютного риска. Британская валюта 1,2305. Ждем движения в район отметки 1,25. Вчерашнее выступление Бейли в палате общин, и в ходе которого он повторил, что британская банковская система не подвержена рискам распространения европейского и американского банковского кризиса. Но в то же время ему пришлось признать, что в то время, когда инфляция снижается повсеместно в мире, в Англии она продолжает расти. И как мы помним, сейчас индекс потребительских цен находится на двухзначном уровне. 10,4% это рядом с историческими максимумами. И что еще важно, по итогам марта, друзья, цены на продовольственные товары выросли больше, чем на 17%. Поэтому в апреле, когда мы будем анализировать мартовскую статистику по инфляции, я практически уверен, что индекс потребительских цен в Англии выйдет на новые исторические максимумы. Что будет делать британский регулятор? Мы знаем тоже. Ужесточать монетарную политику и активнее повышать процентную ставку. Поэтому я считаю, что текущие условия идеальны, чтобы сохранять в себе уверенность в том, что фунт выйдет на новые локальные максимумы. Также вчера или в начале этой недели в наш портфель инвеста торговых рекомендаций мы добавили пару доллар-канадец. Текущие котировки уже 1.3574, лоу был на отметке 1.3556. Я и дальше рекомендую, друзья, покупать канадский доллар из-за того, что нефть остается дорогой, из-за потенциала снижения курса американского доллара. И в среде того, что завтра мы ждем отчет по ВВП Канады, который по прогнозам не разочарует. Поэтому при такой поддержке, ну что тут осталось, 50-70 пунктов легко за две торговые сессии. И есть высокая вероятность того, что мы добьем до нашего целевого ориентира. И золото также без изменения, 1958 долларов за трость к консулу. Я сторонник сохранения длинных позиций, поскольку считают, что текущий новостной фон – это прям пороховой заряд, который может в любой момент разразиться, привести к вновь паническим настроениям. И золото отработает себя во всей красе, доберется до 2000 и потенциально окажется выше. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.